Родился я в 1916 году, 28 июля, в деревне Кузьмино. В 1933 году закончил семилетку. Приехал в Ленинград, работал полтора года и приходит наручный со сповесткой появиться в военкомат. И все, стал служить пулеметчиком 5 декабря. Принял присягу, а 19 декабря в эшелон весь полк им воевать в Финляндии. Взвод получил задачу выдвинуться примерно на полтора-два километра и там занять оборону. Определен первый взвод, командир взвода, старший лейтенант Старенков. Вот так пошли. В ходе, значит, похода, его ранили, ранили, из дотов полоснули, там, понимаете, огнем так, что аж иски летят. Вот. Что делать? Тогда беру на себя это дело. Это что делать? Надо выполнять приказ. Вдруг Хмельницкий справа от меня открывает огонь. Вот. И шумит. Мичурин, помоги мне, у меня заело наводчику. Даю приказ быть у пулемета. А сам потраншает к нему. Это перекос патрона. Патрон удалил, стал закрывать крышку, хлопнул, в это время взрыв, и полголовы у Хмельницкого нет. Мать твоя дорогая. И в 30 метрах уже финны. Так я прямо, понимаете, значит, ушел вовсю, в Живановскую открыл, и пошел, прямо целую ленту сразу выпустил. И они, значит, отступили. Пошли в направлении там, где я свой пулемет поставил. Я туда, к своему пулемету. Там, значит, они думают, что тут уж никого нет. Это самое. Тоже пошли. Я из своего пулемета ударил. И так мы, значит, бились до самого утра. Утром оставались только я и поднощик. Все, бошли, остальные были убиты. Дивизию направили туда, откуда она прибыла. И таким образом мы поехали эшелоном уже, расквартировали в городе Павлово-на-Оке. Это 90 километров от Горького. Бежит солдат и кричит, Мичурин, комиссар зовет тебя, там политинформация идет. Я, значит, туда поднимаюсь. Все, которые там на политинформации, моментом окружили меня, подхватили запасу и кричат ура, ура, ура. Я думаю, что такое обалдеть совсем просто. Комиссар говорит, ребята, хватит. Те расступились. Он подходит и говорит, Василий Сергеевич, я вас поздравляю с высочайшей наградой героям Советского Союза. 27 апреля я прибыл в Москву, в Кремль, в Георгиевский зал. Там уже полно. Получают награды за бои за озеро Хацан, за Ханкинхолл и за Финляндию. Михаил Иванович Калинин открывает процедуру эту. И я третий, названа моя фамилия, я, значит, думал, ну, у меня отделе более шикарное. Вот, улыбается и говорит, Василий Сергеевич имеет слово. Мать дорогая, я расцелялся больше, чем когда целял против финнов. Ну, что делать? Поблагодарил партии, правительство, что оценили мой подвиг. Я и в Кремле буду выполнять задачи так, как положено, как велико-сяк. Субтитры создавал DimaTorzok